Чтобы потом не переплачивать, дома к зиме готовят летом. Коммунальщики наводят порядок в многоквартирниках области, прочищают системы горячего водоснабжения и отопления. В Тюмени активная работа сейчас идет в Восточном округе. Сколько стоит подготовить дом, посчитала Евгения Зубцова. Почти 14 тысяч многоквартирников области нужно подготовить к зиме. Работы в подвалах начались после отопительного сезона. Сегодня горячую воду на две недели отключили в Восточном округе. Из-за дела взялись местные управляющие компании. Пока идет опрессовка теплотрасс, управляющие компании в подвалах испытывают систему отопления и горячего водоснабжения в трубах. Нагнетают давление до 10 атмосфер. Это на 4 атмосферы выше рабочего. И смотрят, чтобы сети не протекали. Случается всякое. Во время опрессовок, да. То есть мы как бы устраняем, мы предварительно готовим все. Потом уже тепловики приходят, мы это все устраняем. Но зимой мы уже спокойны. Самые ответственные управляющие компании сделали половину работы. Вот, например, Русь. Там не надеялись на русская авось. Уже поверили 1200 манометров. Стоило это 150 тысяч рублей. И так каждый год. Мне нужно для того, чтобы смотреть перепады давления на фильтрах и смотреть, какое давление в системе. Промывка системы отопления и горячего водоснабжения стандартной пятиэтажки сегодня стоит 40-50 тысяч рублей. Деньги уходят на воду, которой нужно очень много. После 9 месяцев отопительного сезона трубы забиваются грязью. Бывает, что забиваются стояки и нет прохождения отопления. Люди садят и жалуются, что нет тепла, какого нужно. Вот, и после мы промываем, чтобы люди зимой были с теплом. Еще нужно восстановить тепловой контур дома, отремонтировать окна и двери, поставить теплоотражатели в подъездах. Деньги на подготовку к зиме идут из статьи «Текущее содержание» или «Техническое обслуживание». Житель же не обращает внимания, что делается в подвале. Ему главное, чтобы у него горячая вода из крана была и батарея была горячая. А он же не знает, что все лето сантехники, плотники, те же инспектора бегают и занимаются подготовкой к зиме. Если работа сделана плохо, то будут потери самого дорогого ресурса – отопления. А это может ударить по карману жителей. Евгения Зубцова, Павел Михайловский, Тюменское время.